Вообще уверенности нет, что вот это вот вообще законно такие кадры показывать. Может, YouTube меня и забанит, друзья мои, за это вот, за это вот, потому что это, конечно, порнуха! Порнуха, как он крутится! Не, ребята, чёрт с ним с этим всем, вы вот сюда посмотрите, крышечка железная. Жмём так, оба-на, открывается, ать, там компакт-диск. Вот он где разврат-то, вот он! Это транспорт для компакт-дисков Cort Electronics, Cort Blue MK2 M Scaler, а также цифроногий преобразователь по имени Dave, просто Dave. На самом деле не просто Dave, Dave это тоже аббревиатура, которая расшифровывается как Digital to Analog Veritas in Extremis, ну то есть экстремальная верность воспроизведения. Такой вот заход. Я даже не отважусь назвать это видео полноценным тестом, потому что что тут тестировать? Это, в принципе, один из лучших в мире трактов для воспроизведения CD. Вы помните, что я и тот самый парень из тех самых шизиков, которые до сих пор покупают вот эти вот кругляшки зеркальные, да, компакт-диски, вы слышали, наверное, о таких. Так, но давайте-ка лучше по порядку. Давненько я хотел пощупать, наконец, серьёзную аппаратуру английской марки Horde. Надо сказать, что один раз её увидев, уже не забудешь. Дизайну ребята здесь не жалеют. ЦАП Дэйв это лучший ЦАП в линейке компании Корт Электроникс, а сами кортовцы ещё без ложной скромности говорят, что это, наверное, ещё и лучший ЦАП в мире. Ну, а чё, и стоит сущую ерунду десятку евро. Ну, десятку тысяч евро, конечно. За эту вот небольшую железную коробочку с иллюминатором. Транспорт примерно каких-то тех же денег стоит. Ну, и чтобы два раза не вставать, сразу обо всём остальном тракте. Значит, потом у нас предусилитель и усилитель мощности тоже Корт, но помладше. Они вдвоём стоят примерно столько, сколько один Дэйв. Ну, хотя и по размеру в пять раз больше, но ничего. Ну, а в конце тракта одни из топовых, пассивных, студийных, профессиональных мониторов PMC, про которые я рассказывать даже не буду начинать, потому что это надо отдельное видео про них снимать. Скажу коротко, это, наверное, одни из самых подробных, одни из самых честных и одни из самых сложных в нагрузке колонны, которые существуют на планете Земля на сегодняшний день. Но я, ребята, сейчас пришёл передёрнуть конкретно на связку транспорт и ЦАП. Значит, тут есть одна вещь, которую вам обязательно нужно знать и понимать про Корт. Действительно, архитектура этих цифровых аппаратов абсолютно уникальна. Потому что вся обработка звука здесь ведётся нетрадиционными DAC-ами, чипами, да, какие-то там ESS, Бюрбрауны всякие и АКМы, а, внимание, программируемыми вентильными матрицами. Выговорил. Коротко говоря, это такая электронная фиговина, которая позволяет на своей базе построить хоть чип-процессор для компьютера, хоть какой-то контроллер, хоть вот цифроаналоговый преобразователь. Штука тут в том, что в итоге производительность этого самого ЦАПа получается чуть больше, чем у традиционных чипов, которые можно купить у больших фирм. Ну, например, в 500 раз больше. Или в 1000 раз больше производительности. Собственно говоря, это и позволяет Корду использовать как бы алгоритмы обработки звука и фильтрации, такие, которые, ну, физически, технически недоступны никому из конкурентов. Вот так вот. И это, конечно, должно быть слышно невооружённым ухом и слышно, между прочим, да. Ну и поэтому, я так понимаю, что одна из больших фишек Корда – это использование большого количества апсемплинга. То есть вот в транспорте сразу же разрешение сигнала с компакт-диска повышается в 4 раза. До 176,4 килогерца. А потом можно докрутить до 705,6 килогерца. Сами считайте, во сколько это раз. Но в любом случае, поток информации, объём потока информации такой, что два провода коаксиальных соединяют транспорт и ЦАП. Ну, потому что по одному эта информация не пролезает. Нужно два. Как я уже сказал, в транспорт можно ваткнуть по USB ещё и внешний источник, там, компьютер, да, и использовать этот транспорт просто как апсемплер. Сейчас, кстати говоря, Хорд выпустили отдельную коробочку, собственно, M-Scaler, который вот просто апсемплинг, который можно поставить в любую систему, и он будет вам доводить разрешение вашего сигнала до вот таких вот безумных величин. Ну, а дальше в дело вступает Dave, и тут уже вентили матриц можно крутить в разные стороны. Значит, можно использовать фильтрацию, можно менять фазу, можно регулировать громкость в цифровом домене. То есть эта штука ещё и цифровой предусилитель полноценный. И, кстати, это ещё и усилитель для наушников. Посмотрите, на передней панели такое неприметное гнёздышко для подключения головных телефонов. Причём оно поддерживает и способно работать с наушниками с импедансом до 800 Ом, ну, то есть с любыми. И тут я, позвольте, отвлекусь от технологии на простую аудиофильскую порнуху. Да, дизайн корда мне тоже всегда казался, ну, как бы безумноватым, да. Это что-то такое в жанре панели управления стимпанковым звездолётом, какими их рисовали в 50-е годы прошлого века. А вот, кстати, Dave с этим его иллюминатором, наверное, это всё-таки что-то из рубки Капитана Немо, наверное. Да, вот этот вот рычаг, вот этот рычаг, это ручка громкости, он так вот щёлк-щёлк-щёлк-щёлк-щёлк. Так, вообще уверенности нет, что вот это вот вообще законно такие кадры показывать. Может, YouTube меня и забанит, друзья мои, за это вот, за это вот, потому что это, конечно, порнуха, порнуха, как он крутится. И крышка транспорта туда же, да, и, в общем, вот это вот щупаешь и понимаешь, что, конечно, ну, десятка евро это много денег, но тут, по крайней мере, ты получаешь за неё арт-объект, а не как обычно у нас продают, типа жестяную коробку с двумя лампочками, очень крутую, где-то изнутри, да. Она ещё играет, ну, бог с ней, пусть бы не играла, а просто стояла и светилась. Уже круто, уже на десятку пойдёт. А он же ещё и играет. Ну, это, конечно, ребята, отдельная песня. Прежде всего, пару слов про общий тракт, да. Здесь, конечно, какая-то совершенно феноменальная способность играть бесперегрузочно на любой громкости. То есть, уже страшно за свой слух ты выкручиваешь, но никаких искажений, да. То есть, тут, конечно, вот эта вот профессиональная закалка и то, что усилители могут выкачать из этих PMC, это страх. Ну, ладно. При этом они ещё и на малой громкости очень хорошо играют. То есть, ты слышишь детали, даже когда они тихонько играют. Это, конечно, ладно, бог с ним. Значит, как на самом деле это всё играет и какой характер звука. Интересно, что у Хорда есть по этому поводу конкретная концепция, да. Вот цифровые источники должны звучать максимально аналогово. То есть, он должен быть разборчивый, мягкий и, самое главное, ну, как бы, естественный для человеческого восприятия. Вот для этого используются вентильные матрицы и вот этот весь апсэмплинг и так далее, чтобы сделать его, как бы, более живым. Ну, я поиграл здесь со всеми возможными настройками, с разными степенями апсэмплинга и с, там, какими-то движениями по фильтрам. Надо сказать, что тракт такого класса, да, что здесь абсолютно это всё слышно невооружённым ухом. Всё понятно, всё прозрачно. Понятно тебе, что тебе больше нравится, что меньше нравится. Никаких вот этих плясок с бубном не хочется устраивать. Всё сразу слышно. Поэтому так вот, с точки зрения класса, здесь мне предъявить претензий просто не к чему. Но, дальше начинается вкусовщина. Ибо, всё-таки, у меня есть предубеждение к апсэмплингу, пусть даже такому круто реализованному, как здесь, он реально даёт, ну, на мой вкус, вот прям слишком гладкий, слишком комфортный звук. То есть, они хотели добиться такой аналоговости, ну, и прямо её добились, то есть, там вообще ни малейшие чревоточинки, просто мёд для ушей, даже через вот эти вот профессиональные PMC. Но лично мне в этой ситуации вот не хватает какой-то жести, поэтому я всё-таки слушал на минимальных значениях обработки, которые доступны на тракте, и субъективно, ну, то есть, как бы вот жести не хватает, не хватает какой-то вот грубости, да. Звук получается погрубее, но мне кажется, что это, ну, для моих ушей, да, для моего психологического восприятия, мне кажется, что это как-то вот делает его более похоже на естественный. Ну, блин, потому что искажения, да, там какие-то искажения слышны. Ну, так жизнь состоит из искажений, друзья мои, извините, такая вот суровая правда. Ну, короче говоря, друзья, вот он, такой вот практически идеальный цифровой тракт наших дней. На этом наша порно-студия прощается с вами, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на этот канал, чтобы вовремя получать апдейты нашего эротического аудиожурнала. Ну, а я пойду еще ручку громкости покручу пару раз. Субтитры сделал DimaTorzok